Волга как только появилась, сразу стала пределом мечтаний тысяч советских граждан. Но была модификация Волги, которая доставалась только счастливчикам. ГАЗ-22 Волга. Универсал. Привод задний. Двигатель объемом 2,4 литра и мощностью 76 лошадиных сил. Трансмиссия механическая трехступенчатая. Максимальная скорость 120 км в час. Средний расход топлива 15 литров на 100 км. С 1962 по 1970 было выпущено около полутора тысяч машин. Автомобиль производился в Советском Союзе. В 60-е годы прошлого века 22-е выпускались исключительно для работы в государственных структурах, таких как скорая помощь и такси. Наверное, из-за этого в живых первых универсалов сохранилось катастрофически мало. Ведь, как известно, государственные машины безжалостно отправляли на свалку. Нет, конечно, простым смертным ГАЗ-22 доставались. Либо по чекам в березке, либо списанные с автобаз. Внешность автомобиля была характерна для того периода. Стремительные линии кузова, панорамное стекло, дутые крылья и много оригинальных хромированных деталей. Объем грузового отсека составляет около тысячи литров, а при сложенных сиденьях увеличивается до полутора. Водитель сидит не на кресле и уж точно не на сиденье. Спереди в ГАЗ-22 установлен диван. Приборов, конечно, по современным меркам маловато. Зато они большие и по существу. А вот чего здесь нет, так это хоть каких-нибудь систем безопасности. Даже ремень не предусмотрен. Пружина-рычажный механизм подъема капота. Крайне удобно. Двигатель автомобиля «Волга» при надлежащем уходе служил верой и правдой своим хозяевам. Правда, при объеме 2,4 литра по сегодняшним меркам он очень медленно разгоняет машину до сотни за 34 секунды. Но в 60-х это был очень хороший результат. Подвеска играючи глотает такие неровности, которые пришлось бы объезжать на любой ныне существующей машине. В движении «Волга» больше напоминает лимузин, а не легковой автомобиль за счет задней рессорной подвески. Рукоятка механической коробки находится под рулем. Поначалу это непривычно, но привыкаешь быстро, тем более, что всего три скорости. Большой штурвал расположен вертикально, как на корабле. И в повороты машина не въезжает, а вплывает плавно и степенно. Из-за большого веса барабанных тормозов и отсутствия каких-либо вакуумных усилителей машина останавливается долго и чинно. Поездив и потрогав наши советские машины, понимаешь, что раньше мы выпускали качественные, современные, а главное, конкурентно способные автомобили.